Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Мы вернулись к Ефалинию. Будем разбираться, что же здесь произошло. Но судя по тому, какие цвета, мы попали в Припять. И идёт химический дождь. Ужас какой. Походу, дело попа тут настала. Главное, чтобы с Фебой и Маркусом всё в порядке было. Так, ну что, хоть тот живой остался. Хреново дело. Может, исправить можно. Лекарства найти какое-нибудь. В воздухе витал запах смерти. Нас постигло бедствие страшнее и гибельней любой войны. Чума. Блин, вот попа. Эх, накосячил я. Хоть с кем-нибудь поговорить можно. Ужас какой, боже мой. Покупайте горшки. Добрый день. Плюс 3% адреналина за удар. Всё? Тогда удачи. Так, а товары эти все, они не нужны, что ли? Их можно продавать? Пока ставлю. Напишите в комментах, кто знает. Всего доброго. Где Маркос? Где Феба? Нету нигде ни Маркоса, ни Фебы. Не знаю. Где наш дом? Где всё начиналось? Вот тут вот, по-моему. Пойдём посмотрим туда. Непонятно, куда они убрали Фебу, я не пойму. Такие важные персонажи в начале были. Но я потому, какая детализация лица у неё была. Понял, что скорее всего больше мы её не увидим. Вообще странно. Эта девочка много для него значила. Сестра, по сути дела, была. Он о ней заботился. То взяли и убрали её. Эх, ладно. Плохо, конечно, получилось. Что поделаешь. Можно пойти и забрать награду за голого волка, при том, что я не убил его. То есть наврать, да? Это интересно. Давайте попробуем. Вернитесь к Алпинору в Факиду. Вот, это здесь. Там задание ещё есть в поисках команды. Это плыть надо, значит, на кораблике. Так, посмотрим. Может, я могу прокачать корабль? Вроде денежки появились у меня. А тебя видеть, капитан. Так, улучшить корпус. И у нас будет найм трёх членов команды. Дерева не хватает. Да чё ты будешь делать? 215 надо. Много, кстати. Нифига себе. Надо воевать, короче. Ладно. Мы выходим в открытое море. Там вроде что-то шеное. Так, высадимся вот тут вот, наверное. Надо залезть на эту вышку. Посмотрите, сколько кораблей. Просто офигеть. Прямо час пик. Кто это такие? Пираты. Готовьтесь к бою. Это раны этих пиратов. Уходят, зараза. Огненный копий нельзя метать, да? Хорош. Абордаж. Ха, сро. Ближе подходи. Так, надо поправить нанять их всех. Ну, не всех командиров. Космос. Одиннадцатый уровень уже. Ну, я двенадцатый. Хорош. Так, подготовим стрелы. Так, только бы он не упал за борт. А где еще один был? Убили уже? Да ладно. Только не упади. Так. Нет, нет, блин. Уже так мало жизни там было. Ээээ, ладно. Не просто это сделать. Потому что напарники-то пытаются убить его. Они не знают о том, что я захватить хочу. Для них это конкуренция, а они наоборот не хотят. Ладно, у меня и так хорошие парни. Так, куда мы там идем? Уже рядышком. Так, ты здесь. Ну, поплыли. Откроем это место. Вышки лишними не бывают. Хижина Гилея. Вот это место. Прямо на хижину залезть надо. Все прекрасно. Агилея самого тут нету. Возможно, здание какое-нибудь будет. Так, там внутри что-то есть. А как попасть? Вот, возможно, эта штука разбить надо. Не, не похоже на это. Окей, ладно, поплыли дальше. Ох, пояс бойца. Но у меня более хороший пояс. Фиолетовый. Вот мы и на месте. Так, как город называется? Это у нас Факидо. Так, сначала сюда. Судьба волка. Потом задание. Дом олимпийцев тут прикольно. Много всего интересного. Мама рассказывала о Кире и священных войнах. Бывала ли она здесь? Так, ладно, не буду эти задания набирать. Они только отвлекают. Пристанище Яноса. Янос это двуликий бог. Интересно, такие осенние цвета тут. А-а-а, мисти. Какие вести? Вот зачем шлем нужен был. Ты смотри, все знает. Может, убить его прямо сейчас? Офигеть. Как ты узнал, что Николаус не был моим отцом? Люблю театр. И искусство в целом. Великий полководец сбрасывает своих детей со скалы по воле Оракула. Великая трагедия. То есть моя жизнь развлечение? О нет, мой друг. Искусство. Знаю, знаю, знаю. Тебе нужно все обдумать. Идем. Скажи, мисти, узнал ли ты что-нибудь новое от волка? Он сказал, что мой родной отец может быть жив. Ненадолго. Если все пойдет по плану. Что это значит? Что ты принесешь мне его голову. Ты сошел с ума? Ты променял жизнь отца на деньги. И я подумал, что ты жаждешь смерти своих родных так же, как я. Малака. Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык. И я разочарован. Так, что, боем закончиться все? Я ж старался все аккуратно так провести. И не убил даже. Серьезные парни, но не против меня. Легко. Интересно, если бы я убил волка, так же все было? Скорее всего, так же. Про это он не узнал, что я оставил его в живых. Письмо Элпинору. О, Феба. Ты привела его ко мне. Записка Элпинора. Крэтос, ты был прав насчет той девчонки с Кефалинии. Она привела меня прямо к цели. А не у древних руин Крани. Ты отлично поработал. Теперь надо убедить их довериться мне. Я говорил тебе, что очень люблю театр. Да, оплату получишь на факите. Феба, жива ли ты еще? Он ищет какую-то женщину. Что от нее хочет этот скользкий гад? Папирус для Элпинора. Элпинор, я знаю, ты ищешь ту женщину. Если кто и знает, где ее искать, так это та безумная жрица святилища Асклепия. Я бы и сам к ней сходил, но побаиваюсь ее. Антонит. Да, нам надо к этой жрице все-таки. Грузовой манифест. Элпинор шлет оружие из партии и Афинам. Хочет, чтобы война не прекращалась. Классика. Встречал я опасных людей, но Элпинор самый страшный из них. Я загляну под каждый камень, обыщу каждый уголок, найду и убью эту змею. Оружейный барон. Всем оружие продает. О, теперь можно шлем использовать, наконец-таки. А он не золотой, фиолетовый, но все равно неплохо. Все характеристики возрастают. Красота. Вот это дело. Так, задание. Ну, к этой, наверное, жрице. Или как ее там? Оракулу лететь надо. Дельфийскому. Или сначала найти Элпинора. Найдем Элпинора. Найдите Элпинора, он все еще в Факиде. Так, мы тут все обследовали. Змея в траве. Не спроста такое название? В траве. Ну, пойдем выполним какое-нибудь задание, которое здесь находится. Может, и про него что-то узнаем. В поисках команды. Давай. Ну, все довольно интересно. Сюжет прямо так разворачивается. Милин, проката, поскори. Давай. Каиду. Каиду всех. Богов, оракулов и особенно... Моряков. Что-то не так? Да что у меня вообще так? Во-первых, оракул. Во-вторых, море. И это не говоря уж о команде. У тебя дела с оракулом? Ты далеко от Дельф. Были, да. Но мои дела не твоего ума дело. Мне не нужен наемник. Помочь мне могут разве что боги. Я бог. Боги, значит. Я к твоим услугам. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да ты живой бог. Хороший подход, признаю. Кто ты такая? Гелон, капитан Акульево Зуба. Твоя лодка? Я что, похожа на грязную рыбачку? Корабль, а не лодка. Я просто спросил. Я хочу помочь. А, ты ни при чем. Я закончила дела с оракулом и пришла сюда встретить свой корабль. Это было вчера. И он так и не появился. Тебе нужен был совет оракула? Что? Нет. Лучше у своего зада совета спросить. Что вас связывает? У нас договор. Думаю, можно рассказать. Она сообщает мне о паломниках. Я предоставляю им корабль. И мы делим плату. Так ты хочешь сказать, что оракул предсказывает, откуда прибудут паломники? Ха, да нет. Верующие говорят ей, как дела в порту. Все просто. У тебя дела в Пакиде? У меня дела повсюду. Сейчас они там, где мой корабль. И где Акулий Зуб? Знаю я, меня бы здесь не было, нет? Ладно, скажу иначе. Где он должен был быть? Ну, я отпустила мою Гики. Суда паломников садятся на мель, и мы им помогаем. О, твою? Да, я без нее никуда. Найди мой корабль и Гики. Я заплачу. Я выясню, в чем дело, и верну корабль. Есть идеи, где они? Юго-восточный берег богат на улов. Зажиточных паломников можно заманить в бухту. Ты пиратка. И что, если так? Я тебе деньги плачу. Но вообще, я не всегда пиратка. Это увлечение. Увлечение. А команда могла взбунтоваться и сбежать? Пока во главе Гики нет. К тому же, я им еще не заплатила. Их бы остановило это. Я бы вообще запретил в эту игру играть детям и тем, кто не знаком с историей реальной. Потому что, может, очень неправильное мнение создать о мире вообще. То есть, я-то знаю, что женщин-пиратов в то время не было таких. Вот вообще, ну, по-другому все было. Ладно. Но многие поиграют в это и подумают, что мир так был устроен. То есть, в этом плане игра вредна. Я бы поставил 18 плюс в этой игре. Она вредна. Коверкают историю сейчас везде, где только можно. Правда, никому не нужна. Попиши, Гики. Красивая. Очень. Целует, как солнце. Я хочу съесть ее всю с тех пор, как увидела. Ближе к делу. Ладно, ладно. Она черноволосая. Носит на руке браслет, мой подарок. Не снимая. Понятно, женщина, сильная женщина, пиратка, лесбиянка. Ох, идеал. А, она не темнокожая, кстати, вот этот минус. Я найду их и вернусь, как смогу. Так, ну, задание должно быть прикольное. Сейчас посмотрим по карте. Ищите Гики и корабль возле холма Священной Войны. в Факиде. Холм Священной Войны. Вот. Они находятся к востоку от военного лагеря Булиса. Где-то здесь, короче. Не зря эту точку открывал. Ох ты, 700 метров. Неслава. Может, надо было на корабле. Ну ладно, лошадки доедем. Ну что, поехали. Осмотримся тут пока. Еще какой-то лагерь. Вот он, военный лагерь Булиса как раз. Ну, это вроде спартанцы. Ну, я так понимаю, еще могу поменять сторону. То есть, необязательно. Тут в каждом регионе можно менять. Наверное, все-таки за спартанцев уже буду. Все-таки Алексиас урожденный спартанец. Так, где-то здесь должно быть. Или я слишком далеко бежал к востоку от военного лагеря Булиса. А, вон, наверное. Проехал далеко. Проехал. акула заплыла на берег вы это видели офигеть обломки корабля китоса этого акулий зуб его останки трупики ой акула зараза браслет подходит под описание больше ничего тут нету еще сокровище должно быть где-то зараза так всплываем так еще одно сокровище должно быть прямо тут могу стрелять нифига себе а что-то на ко дну пошла не понял акулы тонут я думал все рыбы всплывают да и не только рыбы зараза чё вытворяет давай алексия согуляй ее она сверху сейчас постреляем отлично 10 мягкой кожи неплохо все готово и и а и и Сколько кровища. Лакедемон. Я запомнил. Спартанцев убивать придется, блин. Высыпить бы их просто. Не, так не получится. Кто там глазастый такой? Он придется убивать в любом случае. Без вариантов. Зараза. Извините, ребята, он так велит игра. Нифига себе, какой здоровый. Боев. Я не распущу тебя. Хорош. Ты все равно не убил. Ты все равно не убил. Екатер. ты зараза даже не отбил его смысле надо ближе становиться блин ошибаюсь хреново дело вот с помощью лука можно восстановить энергия ну почему не срабатывает надо еще ближе к удару но совсем прям под удар отпрыгиваю нет зараза а надо было его захватить что-то не подумал ну ладно расскажу дело на гике тяжелая битва была тут зверек есть пускай там останется рысь по моему сожгите припасы армии ну давайте ладно уж опыт же дадут за это о кстати надо открыть точку чуть не особо высокая . если честно а вот какая есть видимо выше зданий тут не было все а и и и и и Я нашёл корабль. И? Ну же, где они? Где моя гики? Даже не знаю, как тебе сказать. О, боги! Зевс мог бы обрюхатить всех афиненок, пока ты пытаешься что-то произнести. Где они? Они все мертвы. Твой корабль разбился. О, моя гики. Я нашёл лишь её браслет. Гики. Сдаётся, я больше не капитан. Какой капитан без корабля? Присоединяйся ко мне. Хочешь стать членом моей команды? Свой корабль — это совсем другое. Но ты станешь частью нашей семьи. Хм. Ну, я скорее предпочту быть в море, чем среди набожных глупцов. Договорились. Пока я не оправлюсь. Конечно. Ну, где твоя лодка? Корабль. Называется Адрестия. Как скажешь, капитан. Посмотрим, что она себя представляет. Бывший капитан всё-таки. Синяя всего лишь. О, я могу корпус улучшить. Ну-ка, давай. Прекрасно. Можно третьего члена экипажа выбрать. Возьмём Ипси Пилу. Всё-таки она выглядит очень круто. Она смотрится на корабле. Круто. Так, снаряжение, по-моему, там новое было какое-то. Ну, топор. Но у нас меч хороший. Пока не буду его менять. Так, боты. Вот это я поменяю. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok